Вслед за мечтой. Это не только призыв вообще по жизни, но и название целого проекта. И у нас сегодня здесь участники этого проекта Алексей Филатов. Доброе утро. Доброе утро. И президент фонда Другой мир Наталья Заяченко. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, у нас тема эфира сегодня современное искусство. Как вы к нему относитесь? Как вы, умеете ли вы читать современное искусство? По-разному. Абсолютно по-разному. Хорошо. Наталья, расскажите, пожалуйста, подробнее о проекте Вслед за мечтой. Что это такое? Какая работа уже была проведена? И над чем вы работаете прямо сейчас? Проект Вслед за мечтой – это проект о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые показывают, что они вообще могут, насколько они сильные, насколько они открытые, и что уже они сделали, и о чем они мечтают, что их мечты вообще не ограничены ничем. Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример, чтобы стало более понятно. Ну, вот у нас сегодня герой с нами, который как раз расскажет, что он, да, то есть Алексей Юрьевич потерял зрение, но при этом он танцует, он вяжет. Извините, я уточню, то есть до какого-то момента зрение было, все хорошо, и вот, ну, случайность, и вот так. Восемь лет назад. Здесь только вам хвала, потому что не опускать руки в такой ситуации, это надо иметь мужество. Хорошо. Как вам помогают? Есть ли сейчас какие-то люди, которые безвозмездно это делают? Нет, мы реализуем этот проект благодаря фонду президентских грантов. Вот, на данный момент снято уже 7 серий, снимается еще 3 серии, то есть всего будет 10 серий про 10 таких вот людей нашего города и области. То есть это такие мини-фильмы? Да, мини-фильмы. В которых вы показываете... В которых мы показываем возможности этих людей, да, и то, о чем они мечтают. У нас есть возможность посмотреть, вот мы видим на экране, кстати, фильм маленький с участием Алексея. Скажите, где можно будет посмотреть эти короткие зарисовочки? Показываются эти фильмы на 4-м канале, на Крик ТВ, в Салюте. Сейчас договариваемся с Приемерзалом, в Доме кино показывают, и Министерство культуры очень высоко оценило наши фильмы, поэтому сейчас они показываются практически во всех областных кинотеатрах. То есть получается, это, с одной стороны, мотиватор для людей с ограниченными возможностями, что руки опускать не надо, а с другой стороны, это призыв прийти к вам в фонд. Это в том числе и... В том числе это, да. И последний вопрос, прежде чем перейдем к Алексею. С какими мечтами к вам приходили? Как вы помогали их реализовать? Ну, вот у Алексея Юрьевича была мечта, но она была такая не очень, скажем, большая, да, но мы вместе решили ее сделать более глобальной, и сейчас мы разработали проект, прямо большой проект, которого нет вообще в мире, и сейчас мы подали уже на президентский грант истории искусства и архитектуры Екатеринбурга и Свердловской области, сборно-разборные макеты культурных и исторических зданий. Сборно-разборные макеты исторических знаний России или... Нет, Екатеринбурга и Свердловской области. Алексей, все ответы Натальи ведут к вам. Все, теперь, да, формируем свое внимание на вас. Расскажите, пожалуйста, вы герой одного из этих фильмов, об этом мы уже сказали, что было вашей движущей силой, а почему решили принять в нем участие? В фильме или в проекте? Ну, а фильм, это уже как бы результат проекта. Ну, в проекте, понимаете, мне очень не хватало такого наглядного пособия, учебного пособия для работы со слепыми детками. Вот, и мне очень хотелось, чтобы у меня был такой разборный макет, конструктор, в процессе которого можно... в процессе собирания которого можно было бы рассказать об истории архитектуры для слепых детей. Это очень сложно. И я обратился в фонд, и у меня появился такой макет-конструктор. Но то, что вот в итоге получилось в конце, я об этом даже и не думал мечтать. О том, чтобы был такой музей, в котором были бы памятники архитектуры Екатеринбурга, области, чтобы они еще и разбирались, чтобы любой слепой мог это все потрогать, ощутить вот тактильно. Я об этом даже не думал мечтать. Но вот Наталья Александровна, благодаря ей и ее фонду, это вот мы потихонечку двигаемся в направлении к осуществлению этой мечты. Но это же не только будет как выставочный экспонат, это можно действительно будет как учебное пособие потрогать, собрать и дальше вообще выпустить в тираж. Это было бы вообще великолепно. Чего не хватает? Давайте вот три пункта, чтобы это осуществить. Может быть, мы благодаря нашему с вами эфиру поможем в реализации вашей идеи? Ну, Наталья Александровна, ничего нам не хватает. Да, сейчас нам нужны макеты самих этих зданий. То есть мы договорились уже с ассоциацией строителей, они тоже к нам подключились и помогают нам в этом вопросе. Министерство культуры тоже помогает. То есть мы планируем сделать максимально... Быстро, подробно. Максимально быстро, подробно, да. И максимально приближено к реальности. То есть если здания были кирпичные, то делать их из кирпичиков. Если здания были деревянные, то делать их деревянными. А, то есть они даже будут тактильно. Да, 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 конечно, да. И сейчас вот как раз рассматриваем вопрос о том, где вообще найти эти эскизы этих зданий. Потому что не все их можно вот так легко взять и в интернете найти, чтобы сделать и распечатать вот именно, чтобы почему потом изготавливать. Я правильно понимаю, что... Дорогие друзья, присоединяйтесь. Простили, что я тебя любила. Присоединяйтесь, если хотите помочь оказать любую посильную помощь, в том числе и в восстановлении чертежей. Скажите, куда? На сайт к вам идти? Или вообще, может быть, людям, которые хотят к вам присоединиться, в вашу организацию, куда идти? На сайте у нас есть все координаты. Можно обращаться, да. Все телефоны, почта, все указано. И есть прям отдельный сайт проектов «След за мечтой». И там тоже это все есть. Наталья, Алексей, мы вам желаем, чтобы вы осуществили свою мечту раз, ну и чтобы эта мечта распространилась вот на весь наш земной штар. И чтобы пускай древние постройки, не только Екатеринбурга, не только области, да и, в принципе, России и по всему миру, вы смогли реализовать, и чтобы это было учебным пособием для всех деток. Представляешь, огромный музей искусства с разбором сборной макеты. Я думаю, что это просто станет очередным поводом и темой чемоданного настроения, которая будет прямо сейчас. Мы вам благодарим. Господи, я от волнения сейчас уже. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, очень интересно. Вы присоединяйтесь, пожалуйста, мечтайте смелее, мечтайте глобальнее. А если вдруг вы мечтаете о том, чтобы куда-то поехать, вам сейчас все расскажет чемоданное настроение.